Вы знаете, пигментные пятна это, наверное, самые проблемные цветовые проблемы на лице. Если у вас они есть, вы наверняка знаете, как сложно их перекрывать. И я долгое время тоже не могла отработать какую-то технику, которая бы на 100% избавлялась от этой проблемы. И сегодня я хочу с вами поделиться своим способом, который работает именно на 100%. И что приятно, это тоже очень стойкий способ. То есть, если вы это сделали с утра, то до конца вечера 100% это у вас продержится на лице. И перед тем, как я приступлю уже к обучающей части видео, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав кнопочку подписаться вот там вот внизу. Также не забывайте нажимать сразу и колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал о выходе моих новых видео. И давайте приступать. Итак, для решения этой проблемы очень важно, какие конкретно продукты вы используете. Потому что очевидно, что это должно быть плотное покрытие. Но я сплошь и рядом вижу очень серьезную ошибку, когда девушки перекрывают плотными, очень плотными тональными основами все лицо. И это выглядит реально как штукатурка. За 10 километров видно, что у вас в три пальца толщиной тональная основа нанесена. Это совершенно не мой метод. Мой метод, он, скажем так, более такой локальный, точечный. И давайте по порядку. Как я уже и сказала, тональная основа не должна быть плотной. Задача тональной основы просто выровнять общий тон лица. Это все, что она должна сделать. Если вы хотите решить абсолютно все проблемы тональной основы, лучше сразу переучивайте себя, потому что это плохой способ и ваш макияж будет выглядеть гораздо хуже. Первое, что я рекомендую сделать, это действительно просто выровнять тон лица. Я сегодня выравнивала тон лица с помощью тонирующего крема от YSL. Это тушекла All-in-One Glow Foundation. И хотя это называется Foundation, то есть тональная основа, но вообще это тонирующий крем. Здесь очень легкая перекрывающая способность. У меня, кстати, на этот тонирующий крем есть отдельный обзор. Обязательно посмотрите его под буквочкой А и как только досмотрите это видео. Реально очень крутая вещь. Она лицо делает очень свежим, очень ярким, очень увлажненным, красивым. И это именно то, чего мы пытаемся добиться на первом этапе. Второй этап это уже локальное перекрытие самых темных пигментных пятен. Таких самых ярких, уже возможно летом загоревших. А летом вы знаете, что если вы не используете SPF, то пигментные пятна загорают просто за 10 минут нахождения на солнце. И, кстати, сегодня я не буду говорить о том, как их выводить, потому что это более уходовое видео. Здесь конкретно мы декоративным способом их перекрываем. Но обязательно, если у вас эта проблема есть, если она вас волнует и беспокоит, обязательно выводите пятна. Я свои стараюсь вывести. У меня все равно они есть, но они гораздо более светлые, чем они были когда-то. В общем-то, если вкратце, если вы действительно хотите именно вывести пигментные пятна, а не просто их замаскировать косметикой, обязательно подключайте в свой уход кислоты, ретиноиды, пилинги, химические пилинги, HAPHA пилинги. То есть вот что-то такое у вас постоянно должно быть в вашем уходе. Ну, наверное, за исключением летнего периода. А так круглый год и обязательно ежедневно пользоваться SPF. Даже если на улице пасмурно, даже если идет дождь, даже если лежит снег, все равно каждый день вы должны пользоваться с кремом с SPF-защитой, потому что пигментные пятна очень-очень быстро загорают, и вы никогда от них не избавитесь, если вы будете пренебрегать SPF-защитой. Так, но это я уже отвлеклась от нашей главной темы, именно как их перекрыть декоративным способом. Так вот, второй этап это именно перекрытие самых темных пигментных пятен, и здесь работает только один единственный продукт, и если у вас его нет, я вам советую его купить, потому что вам одного тюбика хватит на три жизни, наверное, он у вас никогда не закончится, разве что у него срок годности выйдет, но это средство, которое решает все проблемы вообще на лице. И я сейчас говорю о тональной основе Dermacol. Вообще, это именно тональная основа, но она настолько плотная, что в качестве тональной основы я никому не рекомендую ее использовать. Я, кстати, пробовала, у меня на этот тон тоже есть отдельный обзор, там где я наносила его прямо на все лицо, и такое впечатление, что я вот просто маску на себя надела, и было такое ощущение, что я вообще себе создала новую кожу, с новой текстурой, с новым цветом, с новым всем. В общем-то, это очень, очень, очень. Я не знаю, сколько раз нужно еще сделать ударение на слове очень, но это очень плотное покрытие тонального крема, поэтому я это использую конкретно локально на каких-то зонах, которые требуют особого внимания. Будь то пигментные пятна, будь то прыщики, будь то шрамы, что угодно. И что я делаю, собственно, там, где я вижу, что у меня еще проглядывая сквозь тональную основу пигментное пятно, я беру совсем небольшую кисточку синтетическую, наношу микроскопическое количество этой тональной основы Дермакол, и потом начинаю наносить это на лицо. Изначально я просто плотно перекрываю пигментом само пятно, и потом наша задача заключается в том, чтобы просто растушевать границы. Опять-таки, здесь очень важно подобрать оттенок, вот прям один к одному к вашей коже или к вашей тональной основе. Это действительно очень важно, чтобы оно не выбивалось. Если вдруг оно будет выбиваться, вы потом сверху спонжем с остатками тональной основы можете еще сверху пройтись. Но вообще задача в том, чтобы подобрать оттенок как можно лучше. И еще одно огромнейшее преимущество Дермакол в том, что это очень стойкий продукт. Это мало того, что стойкий продукт, так это еще и водостойкий продукт. И это действительно так. То есть, если даже вы куда-то на отпуск летите, вы знаете, что вы будете целый день в бассейне или в море, я вам гарантирую, если вы нанесете просто даже на голую кожу этот тональный крем, вы сможете спокойно поплавать. И если он у вас и слезет, то совсем чуть-чуть, потому что он имеет вот именно такое вот очень плотное восковое ощущение, и с него вода как соскальзывает даже. То есть, действительно, для того, чтобы его снять, его нужно вот так вот конкретно стирать с лица. И вообще, в принципе, Дермакол можно даже ничем не закреплять, потому что у него феноменальная стойкость, но все зависит от того, где у вас пигментное пятно. У меня, например, на щеке пигментное пятно, и я знаю, что сверху я хочу нанести, например, хайлайтер. И так как я хайлайтер буду наносить и елозить это место кистью, то лучше вот такие места все-таки закреплять дополнительно пудрой. Если же у вас пигментное пятно где-то там, я не знаю, на подбородке, и вы ничего больше не планируете туда наносить, то можете даже и не закреплять, оно нормально будет держаться. Но если вы сверху планируете еще какие-то тушевки, какие-то манипуляции кистями или спонзами, то лучше все-таки закрепить. Для этого лучше всего подходит что-то очень мягкое, как, например, пуховка обычная, или кисть, которая вот прям совсем гуляющая. Вот такая, у которой нажим просто минимальный. И я, например, использовала сегодня вот эту кисть, нанесла пудру, после этого вот так вот несколько раз хорошенько струсила пудру, чтобы здесь осталось минимальное количество, опять-таки микроскопическое количество. И после этого просто похлопывающими движениями я закрепила дармаколу себя на лице. И, как видите, после этого я использовала и хайлайтер, и бронзер, но проблема у меня не вернулась. И как только вы справитесь с этапом номер два, остается заключительный этап номер три. Это перекрытие пятен, которые не настолько яркие. То есть, может, это остаточные пятна, которые вы уже практически вывели, или это только-только новые какие-то образовавшиеся, которые имеют такой легкий полупрозрачный оттенок. Их гораздо проще скрыть, и сейчас я вам покажу как. У меня, например, вот эта вот зона на лбу. Я не играю здесь вот кисточкой, каждый вот этот вот миллиметрик не перекрываю, потому что такую проблему можно решить гораздо проще. Для этого я использую плотный консилер, и больше всего я люблю для этих целей консилер Catrice Camouflage. У меня это оттенок номер 20 Light Beige. И что я делаю? Я здесь вот так вот наношу консилер на ту зону, которую я хочу перекрыть, и начинаю растушевывать его не сразу. То есть, даю ему буквально, ну, может, секунд 10-15 для того, чтобы он чуть-чуть подсох. И после этого, когда начинаешь растушевывать уже вот такой вот подсохший консилер, он немножко больше оставляет пигмента. То есть, если только нанести и сразу растушевать, он как будто в тонкую такую пленочку растушевывается. Но если нанести и оставить буквально на несколько секунд, а после этого уже начать растушевывать, то тогда этот пигмент останется вот таким вот пятном, и вам, грубо говоря, такую же работу нужно проделать по растушевке краев. И когда растушевываете, старайтесь вот так вот просто на месте топтаться. Я это делаю спонжем. То есть, ни в коем случае не вот так вот, а именно вот просто на месте топчемся. Но если вы чувствуете, что консилер у вас точно не доживет до конца дня, и вы хотите с чем-то его закрепить, я рекомендую использовать какую-то пудру цвета кожи. Вот, например, сегодня я буду использовать пудру от Faberlic, номер ее 6222. И я ее набираю на пуховку. После этого пуховку вот так вот несколько раз выбиваю о руку. Буквально несколько вот таких вот легких похлопывающих движений, и этого достаточно. И они после этого не вылазят заново. То есть, пудра из-за того, что она цвета кожи, она еще дополнительно добавляет вам покрытие. То есть, вам все это играет на руку. Все эти продукты, которые мы наносим один за другим, они все играют друг другу на руку. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что мои советы помогут вам в решении этой проблемы. Обязательно потренируйтесь. Попробуйте это у себя дома. И после этого я буду ждать ваши комментарии с благодарностью. Не забудьте также перед уходом поставить палец вверх, потому что это очень помогает развитию моего канала. И если вы еще до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на вот эту вот круглую иконочку. Я вам здесь оставлю плейлист с наработанными такими визажными трюками и техниками. Здесь каждое видео очень полезно. Если вы еще этот плейлист не смотрели, вот зайдите, посмотрите. Может быть, какая-то тема будет для вас близка. И мы с вами увидимся, ну, либо в тех видео, либо уже в моем новом видео через несколько дней.